Уходящая неделя запомнилась важными событиями, укрепляющими дипломатические и дружеские связи Азербайджана с европейскими странами. Президент Италии совершил официальный визит в Азербайджан. Целью визита стало содействие экономическому и культурному сотрудничеству между странами. А накануне завершился визит президента Эльхама Алиева во Францию. О важности данных визитов мы поговорим с руководителем экспертного совета Баку-нетворк Эльхана Малескерова. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, наш первый вопрос. Азербайджан и Италия достаточно тесно сотрудничают, в частности, в энергетическом секторе и нефтехимической области. Какие перспективы перед Азербайджанно-итальянскими отношениями открывает реализация проекта «Южный газовый коридор» и запуск завода по производству полипропилена в Сумгаидском химико-промышленном парке? Ну, те отрасли, которые вы отметили, дают основу для развития отношений между Азербайджаном и Италией в более широком смысле слова. Потому что Италия – это одна из ведущих стран европейского сообщества. Италия находится в южной части Европы и имеет очень широкий спектр, по которым мы можем сотрудничать с Италией, включая даже область туризма и другие области. Ну, нынешний задел и встреча, конечно, означает, что уровень отношений имеет конкретные плоды. А плоды мы видим в открытии завода и перспективных энергетических проектов, которые будут связывать Азербайджан с Италией. Вместе с тем, Италия – сильная страна и в военном области, и на политической арене представляет большой интерес. Италия поддерживает территориальную целостность Азербайджана. И в международных организациях. Это широкий спектр вопросов. И, безусловно, визит – это ознаменует удачу азербайджанской внешней политики, которая из часа в час, шаг за шагом развивает свои отношения и расширяет их спектр. На этой неделе президент Ильхам Алиев находился с официальным визитом во Франции по приглашению президента этой страны Эммануэля Макрона. В рамках визита глава государства провел встречи с представителями 11 французских компаний. Стоимость подписанных между компаниями двух стран договоров превышает 2 миллиарда долларов. В каких направлениях сотрудничество Азербайджана и Франции можно считать приоритетным? Что сегодня стороны могут предложить друг другу? Ну, Франция – это одна из ведущих стран Европейского Союза. И спектр тех вопросов, в которые она участвует и будет участвовать в контакте с Азербайджаном, очень широк. Начнем с того, что спутник, который будет запущен в скором времени, то есть азербайджанская космическая программа, в какой-то части поддерживается Францией. Другой аспект – развитие, конечно, связи и телекоммуникации. В частности, в 11 подписанных договорах есть пункты о развитии системы контроля воздушного пространства для нашей гражданской авиации, модернизации в области создания безопасности в зонах полета. То есть это технические вопросы, которые Франция может для нас очень многое помочь. И она помогает, и договора, они имеют в целом, хотя гражданскую направленность, но в целом это имеет двойное назначение. Это усиливает наши военные потенциалы, потому что контроль воздушного пространства – это очень серьезный аспект. С Францией наши отношения развиваются и в культурной области. И если рассмотреть влияние, которое оказывает французско-азербайджанские отношения и на урегулирование Карабахского конфликта, потому что Франция – страна-сопредседатель, очень важна. Я считаю, что это один из важнейших успехов нашей внешней политики. На встрече с главами обеих стран президент Ильхам Али выразил надежду на то, что как Италия, так и Франция будут принимать активное участие в урегулировании армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Каких сподвижек стоит ожидать, в частности от Франции, являющейся страной-сопредседателем Минской группы ОБСЕ, в урегулировании самого конфликта? Если исходить из заявлений конкретно президента Франции, мы можем говорить, что французская внешняя политика в вопросе урегулирования конфликта будет более активной. Я думаю, что французский сопредседатель Минской группы будет активен в том плане, что Франция фактически подтверждает о том, что статус-кво урегулирования конфликта не имеет перспективы. Нужно этот вопрос урегулировать. И с учетом того, что во Франции есть большая община армянская, эти контакты французского руководства с азербайджанским являются, конечно, очень позитивным элементом. И Франция имеет свое веское слово в мировом сообществе, как в НАТО, так и в Европейском Союзе. Я думаю, что это большой позитив в направлении урегулирования конфликта. Италия, хоть и не является председателем, но она активная сторонница признания территориальной целостности Азербайджана. И в последних документах, которые были приняты Брюсселе в рамках НАТО и Европейского Союза, Франция и Италия активно поддерживали и лоббировали это мнение. Хотя особое мнение и лоббировать не нужно, потому что оно единогласно принятое. Проблем признания территориальной целостности Азербайджана в Европе и во всем мире нет. Принимая в Баку участников заседания Совета министров МВД стран СНГ, первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева призвала мировую общественность обратить внимание на факты незаконной экономической деятельности ряда иностранных компаний в регионе Нагорного Карабаха, использование этих территорий для выращивания последующего трафика наркотических изделий. Какие меры должен предпринять Азербайджан в этой ситуации и какую роль могут сыграть страны СНГ в данном вопросе? Затронутые темы очень актуальны и в принципе заявление нашего первого вице-президента имеет большую значимость в том плане, что министры внутренних дел имеют большое влияние в своих странах и в различных ситуациях, которые оказываются граждане этих стран, точнее эти граждане становятся объектами вовлечения в интрижки, которые плетут армянские сепаратисты в Нагорном Карабахе, для того, чтобы это предотвратить, это заявление имеет существенное значение. Оно имеет два основных направления. Первое, чтобы предотвратить незаконное посещение, то есть все министры внутренних дел этих стран знают, что это посещение незаконное, то есть незаконное это мнение Азербайджана, а оно и мнение международного сообщества и мнение юридических документов, которые приняты. И эти страны об этом знают. И второй фрагмент там было связано с незаконной экономической деятельностью. В политическом аспекте предупреждать это, это имеет очень важное значение для нас. Я думаю, что эти два аспекта очень нужные и своевременные, тем более были высказаны на высоком уровне. Большое спасибо за ответ. Я напомню о событиях уходящей недели, укрепляющих дипломатические и дружеские связи Азербайджана на мировой арене. Мы говорили с руководителем экспертного совета Баку-нетворк Эльханом Алискеровым. Продолжение следует...